Советского Союза и Польши. Евгений Фролов, боксер сборной СССР и Ежи Куляш, боксер из Польши. Действительно такая плеяда у поляков была очень серьезная в то время. Но она была послабее, чем советская плеяда боксеров. Да, но вот пока в тех боях, которые мы видим, это отражение своего не находят. Очень уверенно добрался до финала Кулиш. Ну, в принципе, то же самое, наверное, можно сказать и в Евгении Фролове. Пожатие перчаток в центре ринга. Первый раунд. И обратите внимание на рефери. Рефери из Болгарии. Эмил Жечев, который затем уже в современную эпоху очень долго возглавлял федерацию европейскую бокса. ИАБО. Так вот практически все из судей приходят в, так скажем, административный штат. Ну что, специалисты, они везде специалисты. Практически та же история. В левосторонней стойке наш боксер. 276 номер на спине. В правосторонней стойке, опять же, боксер из Польши. Опять мы видим поляка классической академической стойки. Хорошо защищается. Наш боксер Евгений Фролов также проводит разведку аккуратно. Я думаю, что все-таки в некоторой степени фаворитом здесь, наверное, был Кулеш. Потому что за год до Олимпиады он стал чемпионом Европы. В Москве как раз проходил этот чемпионат. Что касается Евгения Фролова, то он, в общем, не так долго пробыл в советской сборной. И вот медаль на этих Олимпийских играх – это его наивысшее достижение. А Кулеш выиграет золото на следующей Олимпиаде в... В Мехико. В Мехико, да. И выиграет спустя год чемпионат Европы. Сейчас, кстати, является Кулеш нашим коллегой в Польше. Комментирует бокс на телевидении. Но здесь не такой темп. Здесь пока гораздо более осторожные оба. Ну, надо учитывать, что это уже более тяжелая весовая категория. Первый полусредний вес. 63,5 килограмма. Вроде бы вот преимущество в росте есть, да, у Фролова, но... Мне кажется, польский боксер немножко подсаживается. Да, он подсаживается. Мы, в общем, часто говорим о том, что это преимущество в росте. Но оно ведь только тогда преимущество, когда тебе удается его использовать. А в принципе, более низкорослый боксер может развернуть поединок так, что это будет совсем не преимущество, а даже не достаток. Очень перекрыт. Видите, как кулеш практически не оставляет места для удара. Ну, я думаю, польские боксеры хорошо изучили советскую школу бокса и знали, что их ожидает, если они опустят перчатку от подбородка. За это следовало наказание в виде прямого жесткого удара, после которого многие боксеры оказывались на полу. Вот мы видим угол нашего боксера. Все спокойно. Также спокойный Ежи Кулиш. Больский боксер. Да, если первый раунд брать, то, пожалуй, чуть-чуть лучше он был. Мне кажется, что не смог сразу же приноровиться Фролов к своему сопернику. Вот как раз арбитров, что мы видим вокруг ринга. Их точки расположения, кстати, остались неизменными. Ну, тогда была, я думаю, не так много камеры стояла. Ну да, но все равно, с трех сторон по одному судье, и вот на этой стороне, которую как раз сейчас нам показывали, там два арбитра. Все остальное, вот те люди, которых вы видите за столиками, это техническая комиссия турнира, врачи и так далее. Начался второй раунд, и мы увидели, что наш советский боксер сразу же приступил к активным действиям. Но уже успел пропустить удар. Да, мы увидели, что пару жестких ударов навстречу было нанесено польским боксером. Евгений Фролов, номер 276. Обаттут на первый тур, Нью-Зеланды Маунсел. Параредл арбитр на 2-м реприсе. На 2-м тур, Л'Американ Элис. Евгений Фролов хорошо двигается на ногах. Сразу можно подметить его быстрые ноги. Видите, что все время кулеш. Это, в общем, классическая такая манера ведения боя против левшей. Он все время заходит за переднюю ногу своего соперника. Делает шаг влево и сразу атакует. Ну, видно, что хорошая школа, хорошая выучка. Боксирует в финале Олимпийских игр. Там мастера высокой, высочайшей квалификации. Случайных боксеров там уже не было. Мы видим, что Евгений Фролов остается на дистанции при сближении. И польский спортсмен этим явно пользуется, нанося по несколько серийных ударов. Вот в голову пропустил наш спортсмен. Интересно, что в этом бою, пожалуй, даже более близкий счет арбитры поставили, чем в предыдущем. Хотя, мне кажется, что здесь как раз преимущество поляка более очевидно, чем Грузы, наверное, Баранникова. Ну, здесь рисунок боя другой. Да, здесь и все-таки заметно невооруженным глазом, что польский спортсмен более предпочтительно выглядит. Более правильно, я бы сказал, занимают позицию в разных, на разных дистанциях боя. И так же грамотно выходит из этих дистанций. Очень заряжен на удар левой рукой Евгений Фролов. И она, по сути, работает у него только в атаку, потому что очень много ударов с правой пропускает. Ну, вот в конце раунда было заметно, что Евгений Фролов все-таки подустал. в отличие от польского спортсмена. И в этом раунде я уже как рефери отдал бы победу польскому спортсмену за этот раунд. На то время это достаточно молодая весовая категория. Она введена была только в 1952 году на Олимпийских играх. У советского бокса уже был достаточно большой успех. Здесь Вандибер Янгибарян стал олимпийским чемпионом 1956 года. Ну, а сегодня этот вес немножко сдвинут. В его рамке это не 63 с половиной, а 64 килограмма. Начался третий раунд. Боксеры сразу приступили к непосредственным обязанностям. Мы увидели темп и плотность боя возросла. Решающий раунд. И каждый, наверное, понимает, что от него во многом будет зависеть и судейское решение, собственно говоря, судьба их в этот момент. Да, это труд всего четырехлетия всей работы, проведенной до этого дня и до этого боя. польский боксер клинчует нашего. Видимо, чувствует, что немножко выигрывает. А вообще у Кулижа очень интересна жизнь. Дальше сложилось. Он и киноактером в 70-е годы успел побывать, потом был уже политиком в новую эру после того, как сменился строй в Польше, был депутатом Сейма. Но, как мы уже говорили, от бокса далеко не отошел. Ну, это еще раз говорит о том, что великие люди, которые достигают успехов таких вершин, как Олимпийские, становятся чемпионами и на других, проявляются и в других сферах деятельности. Оба подустали. вязкий бой, третий раунд, вязкий. Никто не хочет уступать. Ну, я бы отметил более серийную работу польского спортсмена. Хотя, может быть, советский боксер Евгений Фролов уже нацелен на жесткий нокаутирующий удар. В этой ситуации очень непросто его будет провести, потому что, смотрите, сразу сокращает дистанцию. Кулеш, он, в общем, не прочь пообниматься, как мы это сейчас называем. Ну, это дистанция, с которой сложнее нанести этот нокаутирующий удар. Поэтому, конечно, он себя обезопасивает по силу своей возможности, по мере своей возможности. внушительная группа поддержки у Кулижа слышно, даже как скандируют болельщики. Вот пропустил левый сбоку. Да, не удается Евгению Фролову найти ключ к этому сопернику. Пара попыток была сейчас пробить этот как раз нокаутирующий потенциальный удар левой рукой. Хорошие удары навстречу проводит наш боксер. Но поляк стоит и, в общем, чувствует себя достаточно уверенно. Видно, что оба боксера выложились, отдали все силы. Ждем решения судейской команды. Тоже, кстати, забавный момент касающийся бокса тех лет. Насколько сетка была турнира неоднозначной. Здесь Кулиж еще и пропускал первый раунд соревнований и все равно провел пять поединков с учетом финала. А на следующей олимпиаде, где также он завоюет золотую олимпийскую медаль, ему вообще всего три боя пришлось провести. Четвертьфинал, полуфинал и финал. То есть такое малое количество боксеров. По всей видимости, да. По всей видимости, да. Но может быть еще повезло, попал в свободную сторону сетки, где есть возможность чуть попозже начать. Если он приехал уже в ранге. сейчас мы дождемся победителя этого финального боя. Да. Да, колледж одерживает здесь победу. три арбитра дают счет 59-58, один 60-58 и один дает равный счет, но предпочтение снова отдает польскому боксеру. Вот так вот два финала в средних весовых категориях и оба заканчиваются победой сборной Польши над командой СССР. К этому моменту у нашей сборной уже одна золотая медаль есть. Станислав Степашкин ее завоевал в весе до 57 килограммов и Станислав Сорокин весе до 51 бронзовую. Ну а дальше нас опять опять ждет противостояние Польши и Советского Союза. На тех играх это две лучшие команды были в боксе и каждая из них по три золотые медали завоевала. у нас сейчас награждение награждение Ежи Кулиш золото Евгений Фролов серебряные медали бронзовые достается здесь боксеру из Туниса Хабибу Галья и Эдди Блео из Ганы. Хочется заметить что награждение победитель церемонии награждения проходило сразу после окончания поединка. Да боксеры выходят не в тренировочных костюмах те кто те кто был на ринге понятно что боя за третье место не было поэтому они как раз и не должны быть в трусах и майках. Да Евгений Фролов советский боксер завоевывает на этой олимпиаде серебряную медаль весе 63,5 килограмма. Ну и сейчас Кулежо предстоит послушать гимн Польши. советский евгений Фролов медаль бронзе tunисиен Галия в Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан!